Я поскольку ни разу настоящий водопад не видел, ну пока будем думать, что водопад. Ни шаблонов, ни трафаретов рисуют одним воображением. Хотя сам мастер всерьез свое творчество не воспринимает, называет мазнёй. За кисть Александр взялся меньше года назад, и уже такая красота. Да природу, ну не знаю, потому что мы все и есть природа. Без рук Александра уже около 20 лет. Несчастный случай на производстве. Молодым парнем кинул провода. Это были майские праздники. Руководитель отправил на опору, та была под напряжением. Я как доверяю ему, так и так. И он уехал. Я залез, и как раз там оказалось высокое напряжение. Нижние были отключены, а верхние тоже должны быть отключены. Я не имел права не лезть. Ну и все. Крик Александра услышала женщина. Потом больница, белые халаты, ампутация, развод. Долгие годы реабилитации. Только потом новая жизнь, в которой он творит. Помимо картин, еще и фотографируют. Тоже без рук. Какие-то красивые моменты стараюсь запечатлеть, чтобы видеть. Да в ту же зиму, когда уже холодно, а ты пересматриваешь уже кусочек лета. К слову, у Александра есть сын, но по стечению обстоятельств увидеться с ним не может. Волшебство красок оценивают племянники. А на вопрос, мечтает ли о персональной выставке, ответил нет. А вот о семье и дочке – да. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.